С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Ко второму чтению готовы. В региональном парламенте рассмотрели поправки к проекту бюджета на ближайшие три года. Лучшие образовательные организации для особенных детей находятся в Ненецком округе. Награды всероссийского уровня получили Норьянмарский детский сад «Семицветик» и Ненецкая средняя школа имени Антона Пырерки. Безопасность превыше всего. Сотрудники МЧС и бизнес-омбудсмен проверили предпринимателей, торгующих пиротехникой. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В ближайшие сутки выздоровели два пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 61 пациент, в том числе три бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек. Находятся на амбулаторном лечении 51 человек. С начала пандемии проведено 15 224 ПЦР-исследования на выявление инфекции. За прошедшие сутки 75. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу 422 человека, в том числе четыре в обсерваторе. Сняты с контроля с начала пандемии 9533 человека. За прошедшие сутки 21. 11 декабря – день памяти русских солдат, погибших в Чечне. Руководитель общественного движения «ЩИТ», депутат окружного собрания Андрей Ружников и ветераны локальных войн почтили память погибших земляков на Аллее Победы. Они возложили цветы к памятнику ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Дата не отмечена, в календаре и носит неформальный характер. В этот день, в 1994 году, на территории Чеченской республики были введены подразделения войск Министерства внутренних дел и Министерства обороны России. Для нас этот день очень важен. Мы вспоминаем наших боевых товарищей, которые погибли на этих войнах. К сожалению, из округа трое наших товарищей и земляков погибли на этих войнах. В чеченском конфликте погибли тысячи солдат и офицеров, в том числе наши земляки. В чеченских операциях участвовали 250 молодых ребят из Ненецкого автономного округа. Поправки к проекту бюджета на ближайшие три года рассмотрели в окружном собрании депутатов. В соответствии с законом округа о бюджетном процессе, предметом второго чтения по проекту региональной казны являются текстовые части поправки. Ольга Русул продолжит. Поправки подготовлены с учетом рекомендаций депутатских слушаний, которые состоялись 18 ноября 2020 года. Также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на финансирование отдельных расходных обязательств Ненецкого автономного округа, не учтенных в проекте окружного бюджета в полном объеме за счет перераспределения средств. Общий объем доходов и расходов окружного бюджета на 2021 год сокращается на сумму 203,7 млн. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ. С учетом поправок, объем доходов составит 19,89 млрд. рублей. Объем расходов 22,14 млрд. Дефицит окружного бюджета на 2021 год остается без изменений и составит в 2021 году 2,25 млрд. рублей. Мы сейчас рассматриваем только текстовые изменения в текстовой части, а также поправки, которые поступили после слушаний публичных и депутатских. Были приняты рекомендации и эти рекомендации были учтены в поправках губернатора. Практически все поправки, все рекомендации у нас учтены. С учетом рекомендаций депутатов увеличен объем бюджетных ассигнований на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в поселок Андерман, острова Колгуев и Вайгачи в другие сельские населенные пункты. В следующем году будут проиндексированы выплаты лицам больным сахарным диабетом или онкологическими заболеваниями, а также донорам крови. По предложению депутатов уменьшено бюджетное ассигнование на 2021 год, предусмотренное на содержание органов государственной власти округа. В размере 143 миллиона рублей добавлено средства в размере 10,8 миллионов рублей на оказание экстренной медицинской помощи гражданам с применением авиации. Почти 39 миллионов рублей направят на подготовку земельных участков в районе улицы Авиаторов для многодетных семей. Предложено направить дополнительно 52,8 миллионов рублей на субсидии по перевозке пассажиров и багажа воздушным и водным транспортом. Что касается поправок в бюджет 2020 года, то на 2 миллиарда увеличится доходная часть. В связи с этим мы смогли закрыть задолженности по департаменту образования. Это там в основном ресурсоснабжающие предприятия на 167 миллионов. Затем по департаменту АПК закрыли большую сумму, когда проходили у нас депутатские слушания. Поступало предложение от Ижимского оленеводства для того, чтобы им предоставили субсидию на оборудование. Им предоставили практически 10 миллионов на оборудование, на закупку оборудования. Затем предоставили 13 миллионов на субсидию по молоку. Кроме того, выделены средства на субсидию по оленеводству. Закрыта задолженность департамента здравоохранения перед Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. Таким образом, в 2020 году будет погашена вся кредиторская задолженность. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Питание школьников и антитеррористическая безопасность. На заседании профильной комиссии регионального парламента депутаты обсудили вопросы в сфере образования. Информацию представил исполняющий обязанности руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Антон Пустовалов. По словам руководителя ведомства, учащиеся высоко оценивают качество питания. Депутаты предложили подготовить обращение в федеральный центр с просьбой увеличить финансирование на субсидирование бесплатного питания. Кроме того, парламентарии рекомендовали при необходимости пересмотреть нормативы финансирования питания учащихся. Мотивирует о тем, что произошел ощутимый рост цен на продовольственную группу товаров и нет уверенности в том, что предусмотренных средств для организации качественного питания хватит в следующем году с учетом инфляции. Также депутаты при обсуждении вопросов антитеррористической безопасности учреждения образования рекомендовали администрации округа рассмотреть возможность снижения требований, предъявляемых учебным заведением в небольших сельских населенных пунктах. По мнению депутатов, это решение поможет значительно сократить расходы окружной казны. Лучшие образовательные организации для особенных детей находятся в Ненецком округе. Награды всероссийского уровня получили Нарьинмарский детский сад «Семицветик» и Ненецкая средняя школа имени Антона Пырерки. Кроме того, оба учреждения вошли в двадцатку лучших образовательных организаций страны. Пандусы, подъемник, таблички, выполненные шрифтом Брайля, тактильная плитка и другое помогают создавать учебный процесс для особенных детей максимально комфортным. В Ненецкой средней школе имени Антона Пырерки созданы лучшие условия для учащихся с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Сейчас в школе обучаются 344 человека. Из них почти треть – дети с ограниченными возможностями здоровья. Школа оборудована в соответствии с программой «Доступная среда». На протяжении нескольких лет школа была оборудована и принимала участие в нескольких программах по созданию доступной среды для детей ОВЗ и детей-инвалидов. В частности, школой закуплено необходимое оборудование для проведения, спортивный инвентарь для проведения урока физкультуры, оборудована комната для ребенка-инвалида, колясочника в спальном корпусе, пришкольного интерната. Также приобретено оборудование для детей слабовидящих и слабослышащих. С детьми с ОВЗ работают 27 учителей и 10 воспитателей. В школе функционирует служба психолого-педагогического сопровождения. Ведется большая работа по привлечению всех без исключения детей к активной общественной жизни. Результаты общего труда здесь хорошо видны. У большинства школьников с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью наблюдается положительная динамика в усвоении адаптированной основной общеобразовательной программы. Мероприятия в нашей школе проводятся самые разные. Это начиная с традиционных и специальных таких мероприятий для нашей школы, так как наша школа отличается от других городских школ. Дети одинаково принимают в них участие. Дети с ОВЗ и нормой не отличаются, не разделяются. Все мероприятия проводятся для детей одинаково. Мы детей не подразделяем ни на кого. Уделяется большое внимание инклюзивному образованию среди дешкалят. В детском саду «Семицветик» созданы условия для всестороннего развития детей с разными группами здоровья по направлениям художественно-эстетическое и познавательно-речевое развитие детей. Сенсорная комната, элементы ее предназначены для развития восприятия детей, для развития всех органов чувств, для снятия психоэмоционального напряжения, так как эти детки часто бывают чересчур возбужденные, либо наоборот, они очень малоэмоциональные. Здесь они могут проявить свои эмоции, чувства, выплеснуть агрессию, учатся здесь взаимодействовать друг с другом. Занимаются здесь с детьми в основном педагог-психолог. В детском саду работают три группы компенсирующего направления. Две группы для детей с задержкой психического развития и одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Шесть детей включены в инклюзивную полностью и посещают группу общеразвивающего вида. В нашем детском саду накоплен большой опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Для работы с ними у нас созданы специальные психолого-педагогические условия. Для этого у нас работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели по различным направлениям. Все детки вовлекаются в различные мероприятия детского сада, являются активными участниками викторин, соревнований. Заявки на Всероссийский конкурс лучших инклюзивных практик подали 40 организаций из 33 регионов России. Финал конкурса прошел в формате онлайн-трансляции, где участники публично защищали опыт своей работы. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал Север. Чуть больше недели остается до окончания приема заявок на оздоровление детей за счет окружного бюджета. Подать документы на получение путевки мать и дитя можно до 20 декабря. Традиционно по путевке мать и дитя на санаторно-курортное лечение могут отправиться дети с 4 до 12 лет, имеющие третью группу здоровья, и дети с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья в сопровождении одного из взрослых. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Как и раньше, бесплатные путевки в здравнице предоставляются один раз в два года. Заявление можно подавать непосредственно через многофункциональный центр в почтовом направлении, либо у нас здесь в отделении осуществляется прием граждан по вторникам и четвергам во второй половине дня. К заявлению на оздоровление детей необходимо приложить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность, это паспорта и свидетельства о рождении, справку о составе семьи, медицинские справки, справка 070У о том, что ребенок нуждается в оздоровлении, справка о группе здоровья, и справка о доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. При этом заявителю следует помнить, что среднедушевой ежемесячный доход на одного человека не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Что касается тех граждан, которые подавали документы в 2020 году, но из-за пандемии решили не выезжать на санаторно-курортное лечение, в случае, если они желают получить бесплатную путевку в 2021 году, то необходимо вновь подать документы в сроки с 20 ноября по 20 декабря. У нас не переносятся путевки на следующий год, а им необходимо просто заново подать пакет документов, и, соответственно, заново мы их поставим в реестр в очередь тех, кто нуждается в оздоровительном лечении для детей. Добавлю, что первоочередное право на путевки имеют многодетные семьи и родители, воспитывающие ребенка-инвалида. На оздоровительный отдых в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группу здоровья, постоянно проживающие на территории Ненинского округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. До празднования Нового года осталось меньше трех недель. Полки магазинов уже ломятся от обилия различных пиротехнических изделий. Сотрудники МЧС совместно с уполномоченным по правам предпринимателей привели ежегодное профилактическое мероприятие, в ходе которого проверили, соблюдают ли окружные предприниматели «Правила хранения пиротехники». В рейд отправилась и наша съемочная группа. Слово Александры Литковой. Хлопушки, бенгальские свечи и фейерверк. Без этих атрибутов не проходит ни один новогодний праздник. Пиротехнику окружные предприниматели традиционно завозят в последнюю навигацию. Люди уже начинают закупаться. Уже покупают пиротехнику. Но люди больше покупают пиротехнику ближе к Новому году. Где-то начинают с чисел 20-х. Мы все почти за Новый год, до конца 31 декабря, почти всю пиротехнику распродаем. В этом магазине для пиротехники выделено отдельное помещение, где соблюдены все правила хранения. В другой торговой точке, которая расположена на первом этаже двухэтажного здания, отдельного места нет. Поэтому пиротехника хранится в контейнере на улице. Они находятся в контейнере на улице, так как у нас первый этаж двухэтажного здания, соответственно, в железном контейнере. Со всеми правилами мы ознакомлены. Продавцам было указано, что фейерверки, хлопушки и бенгальские огни не могут быть проданы несовершеннолетним. По итогам мероприятия во всех проверенных торговых точках города нарушений выявлено не было. В ходе этого мероприятия мы уже убеждаемся в очередной раз об ответственном подходе бизнеса к продаже пиротехники. Это и соблюдение требований по пожарной безопасности, это требования по хранению пиротехники, это требования по визуальному осмотру пиротехники. И в ходе этих мероприятий мы видим о том, что требования закона соблюдаются, целью мероприятия не является проверкой, не рейд, это профилактика. Во время празднования многие люди забывают об элементарных правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Между тем их нарушения могут привести как к пожарам, так и к различным травмам. Один человек подошел, на вытянутой руке фитиль поджег, и все, все отошли на безопасное расстояние и наблюдаем за фейерверком. После того, как фейерверк сработал, также некоторое время нужно подождать, не подходить к нему сразу. У нас зимы достаточно многоснежные, после сработки пиротехники можно присыпать снегом. Сотрудники МЧС провели в торговых точках инструктаж по технике безопасности и оставили памятки по применению. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. И в завершении выпуска о культуре. 12 декабря состоится виртуальный концерт группы Rocket Play. Нарьинмарские музыканты впервые выступят с сольным исполнением. Garage Life – это абсолютно новое музыкальное шоу с неформальной живой атмосферой, а также новая жизнь мировых поп-хитов в неожиданной рок-обработке. Группа Rocket Play была образована в Нарьинмаре несколько лет назад и состоит из шести музыкантов. Основное репертуарное направление – поп-рок. У меня давно была идея создать некий вот такой проект, подобный, с интересным репертуаром, чтобы играть что-то такое, чего в Нарьинмаре еще раньше не было. Вот с 18-го года, с конца 18-го, начало 19-го мы вот в этом составе существуем. Играли, имеем опыт выступления в некоторых концертах, играли на открытии русского радио. И вот сейчас наш первый сольный концерт. Впервые на широкой публике ребята выступили два года назад на юбилей нашего радио. Затем группа приняла участие в фестивале «Молодежная весна-2019». Первый сольный концерт состоится 12 декабря в 19.00 на платформе BoomStream. Это будет первый рок-онлайн-концерт Дворца культуры Арктика. И там мы будем совмещать, сделаем такой некий эксперимент, совместим рок-культуру и поп-культуру. То есть, по сути дела, поп, известные поп-композиции в рок-обработке. Кроме того, в ходе трансляции концерта зрители смогут задать вопрос музыкантам. На самые интересные сообщения артисты ответят в эфире. Задавать их можно будет как в чате трансляции, так и под постом по ссылке на концерт в официальной группе Дворца культуры Арктика. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.